Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые председатели. Доклад мой сегодня завершает секцию, поэтому постараюсь долго не задерживать вашего внимания. Мой доклад будет пересекаться с великолепно сделанным предыдущим докладом. И поговорим мы сегодня с вами о компьютер-ассистированных диагностических системах и, в частности, о дифференциальной диагностике очагов легких с помощью них у онкологических больных. Как правильно сказал предыдущий докладчик, появление многосрезовой спиральной компьютерной томографии привело к повышенному выявлению очагов легких, неопределенных очагов легких у неонкологических больных. В нескольких исследованиях показано, что количество некальцифицированных очагов выявляется от 17 до 51%. Соответственно, технология многосрезового спирального сбора данных при компьютерной томографии приводит к получению при КТ органов грудной клетки большого количества сканов, которые также требуют более четкого внимания рентгенолога и, соответственно, более четкого анализа. Компьютер-ассистированные, компьютер-ассоциированные диагностические системы призваны к выявлению поражений на медицинских цифровых исследованиях, а также к помощи диагносту формировать заключение и формировать диагноз. Впервые заговорили о компьютер-ассоциированной диагностике еще в 50-х годах XX века, а с конца 80-х и начала 90-х годов идет постепенное бурное развитие данных систем и также внедрение их в рутинную практику. В первоначальной теоретике компьютер-ассоциированной диагностики предполагали, что постепенно компьютер вытеснит лучевого диагноста, ну вообще просто диагноста из диагностического алгоритма. Однако ввиду того, что очень большая разнообразная патология, различные анатомические варианты существуют, данный подход не может считаться оптимальным. Поэтому на настоящий момент работа КАТ-систем в виде параллельного чтения или второго мнения, когда врачом-рентгенологом, врачом-диагностом интерпретируются вместе данные компьютер-ассоциированные диагностики и свои данные, данный подход считается оптимальным. Программы КАТ созданы практически всеми основными производителями томографов, это и General Electric, и Philips, и Siemens, и Toshiba, а также имеются независимые разработчики программного обеспечения для компьютер-ассоциированной диагностики. Направление использования КАТ-систем, во-первых, это, естественно, характеристика легочной ткани при эмфиземе легких, это обнаружение интракраниальных аневризм на компьютерно-томографической и магниторезонансных срезах, это выявление очаговой патологии и микрокальцинатов на маммограммах, а также основной раздел — это, естественно, онкопульмонология, это выявление очагов у легких, это дифференциальная диагностика, это оценка времени удвоения объемов с помощью КАТ-систем и мониторинг ответа очагов на химиотерапию или на противовоспалительную терапию. Программы КАТ позволяют выявлять, отмечать подозрительные на очаговое образование участки, и после того, как врач-диагност оценивает истинность данных образований, автоматически высчитывает и выводит на экран возможные метрические показания очагов, чаще всего это минимальный максимальный диаметр, это объем образования и плотностные характеристики очага. Так выглядит интерфейс программы Lank-K Siemens. На слайде представлены фрагменты Lank Nodule компании Philips, КАТ-система и Lank Vicar General Electric. До 26% очагов, как показано в нескольких исследованиях, пропускаются рентгенологами на КТ-сканах. Причем, чем меньше диаметр выявляемых образований, тем чаще они пропускаются. Кроме того, очаги в легких до 10 мм, то есть субсантиметровые очаги являются злокачественными примерно от 1,5% до 2% случаев. И многими исследованиями также показано, что использование, совместная интерпретация данных компьютерной КАТ-систем и рентгенологов увеличивает общую их совокупную чувствительность на 15-20%. И перейдем уже непосредственно к актуальнейшей теме. Это дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных очагов у онкологических пациентов. В современной лучевой диагностике, медицинской визуализации имеется очень большое количество высокотехнологичных методик. Это и спиральная компьютерная томография, и магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография, а совмещенные методики с томосинтезом. Зачем же нам нужны компьютер-ассистированные системы? Практически во всех доступных источниках показано, что чувствительность всех перечисленных методик, инвазивных и в том числе и неинвазивных, уменьшается с уменьшением объема выявленных диагностируемых образований. Например, частота пневмоторокосов, по мнению части исследователей, также увеличивается с уменьшением размеров пунктируемых образований. Одним из способов дифференциальной диагностики при невозможности провести дифференциальную диагностику очагов легких инвазивными или неинвазивными очагами является динамическое наблюдение за ними. Это, как говорил предыдущий автор, это и рекомендации общества Флейшнера, а также некоторые программы, некоторые дизайны исследований по скринингу рака легкого. И часть из них основана на вычислении времени удвоения объема. Время удвоения объема — это логарифмическая величина, которая представляющая собой соотношение интервала между двумя КТ-исследованиями к изменению объема во время этого исследования. Большинство авторов оценивало время удвоения объема плоскоклеточного рака легкого и аденокарцинома легкого. И отмечено, что среднее время удвоения раков легкого в виде манифестирующих как солидные очаги составляет 135 дней от 20 до 360 дней. Очаги плоскоклеточного рака и аденокарцинома легкого манифестирующих в виде смешанных очагов субсолидных 276 дней в виде матового стекла 628. Время удвоения доброкачественных образований или ультракороткая, то есть менее 30 дней, или более 480 дней. Оценка времени метастазов легких была недостаточно освещена. Для оценки времени удвоения метастазов различных локализаций опухолей в легкие было обследовано 226 пациентов с верифицированным первичным онкологическим процессом и с 221 образований, также верифицированным в легком. Программа КАД использовалась ланг-нодул компании Philips. В качестве клинических примеров больной в анамнезе пигментной меланомы кожи правого бедра в верхней доле во втором сегменте правого легкого определялось образование 10 мм в диаметре при повторном исследовании через 1,5-3 месяца выявленное время удвоения составило 65 дней, проведена пациенту верхняя лобектомия, гистологическое заключение, метастаз пигментной меланомы в легкое. Еще один пример больная, 57 лет, в анамнезе аденокарцинома прямой кишки, брюшно-промежностная экстерпация прямой кишки, образование выявлено в 8-м сегменте левого легкого 8 мм в диаметре, и при проведении повторной компьютерной томографии время удвоения объема составило 125 дней, и при атипичной резекции нижней доли левого легкого доказан метастаз аденокарциномы кишки в легкое. Еще один пример больная, также с ракомолочной железы, с левосторонней мастектомией в анамнезе, выявлено в 8-м сегменте правого легкого образования, и при повторных контрольных исследованиях через 1,5-3 месяца время удвоения объема данного образования составило 2765 дней, и при атипичной резекции нижней доли правого легкого выявлено гомортома легкого, доброкачественное образование. Таким образом, выявленное среднее время удвоения метастазов всех локализаций составило 125 дней при разбеге от 31 до 324 дней. Для первичного рака легкого это время удвоения объема составило 154 дня, для доброкачественных образований 6582 дня. В нескольких исследованиях показано, что вариабельность измерения объемов различными программами МИКАД колеблется от 15 до 25%. Соответственно, увеличение метастаза всех локализаций опухолей, выявленных, произойдет на 40-й день. Таким образом, на основе данных были составлены диагностические алгоритмы, основанные на использовании компьютер-ассистированной диагностической системы и представляющие собой интервалы наблюдения через полтора и три месяца. Оценка диагностической точности данных алгоритмов была проведена через порог 30 и 350 дней. Соответственно, при пороге времени удвоения объема 300 дней чувствительность и специфичность составила 93 и 100%. При увеличении порога времени удвоения до 350 дней чувствительности и специфичность достигала 100%. Таким образом, КАД-системы эффективны в обнаружении очагов легких. КАД-системы позволяют вычислять время удвоения объема и позволяют использовать их в диагностических алгоритмах при невозможности проведения диагностики очагов легких другими инвазивными или неинвазивными методиками. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Владислав Сергеевич. Пожалуйста, вопросы. Да, Александра Анатольевна. КАД-системы, вы предлагаете проводить исследования через полтора месяца, через три месяца, затем через сколько еще дальше? Потому что речь идет о цифре 350 дней. 350 дней в течение года. Получается, что первый через полтора месяца, второй через три и последующий идут через три месяца. До того, как... до года. Какая лучевая нагрузка, которую получат в конечном итоге пациент и насколько это влияло на возникновение вторичных опухолей? Я понимаю вопрос. Спасибо. Естественно, дозовая нагрузка при таком довольно маленького фракционирования компьютерно-томографических исследований, естественно, довольно большая. Но это оправдано, потому что мы стадируем онкологическое заболевание. Соответственно, выявление такое скорое через полтора и три месяца позволяет нам не получить, например, роста большого метастаза и не позволяет не генерализоваться процессу. Естественно, конечно. Мы говорим только о онкологических процессах. А у тех больных, у которых онкологического процесса нет, и эти очаги выявлены случайно? У неонкологических процессов это о том, что говорил предыдущий автор. Это принципы, руководящие общество Флейшнера и, соответственно, более длительные промежутки времени между компьютерной томографией. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы. Я как-то так уже тихонько в дискуссию перетекаем. Слава Богу, мы собралили декламент. Я как-то вот так этот вопрос всегда про лучевую нагрузку у онкологических больных задаю себе. Какая там лучевая нагрузка, там лучевая терапия им светит, тем более со вторичными. Так что не, наверное... То есть ваш материал, тут уточняющий немного вопрос, это онкологические больные. Только онкологические больные с верифицированными заболеваниями, да. И тогда у меня, вот если вы сможете ответить на такой вопрос. Да, время удвоения очень важная вещь, но оно разное при разной гистологической природе, естественно, образовании. А этого материала не обобщено на основе ваших работ, исследований. Как меняется это время, как оно в зависимости от разной гистологии, от разных опухолев? Это очень хороший вопрос. Да не надо мне за вопрос хвалить. Может, я глупость сказал. Мы пытались проанализировать не только по гистологическому виду метастазов, например, ракомолочной железы в легкое, например, и от возраста, от пола, потому что это тоже очень сильно влияет на время удвоения объема. К сожалению, выборка и набор таких пациентов очень сложен, которые именно верифицированы. Поэтому статистические результаты получились недостоверны. об этом я их не докладываю. Но мы пытались это делать. Недостоверны в связи с недостатком количества статистики? С недостаточным количеством выборки. То есть эта работа продолжается. Мне кажется, это важная вещь. Конечно, это очень важная. Важная очень вещь. Так, еще есть вопросы? Так. Ну ладно. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы к нам приехали. Привет большой, Екатеринбург. Ну у нас, по сути, 10 минут на небольшую дискуссию. Может, кто-то хочет выступить из присутствующих в зале своими соображениями по нашей секции? Ну, может, если кто созреет, я готов. Но я с огромным удовольствием хочу, вот я, конечно, чем-то завершу, предоставить слово профессору Лемихову Владимиру Григорьевичу, как хирургу, как человеку, который мы тут беседовали, как в городе, садитесь, пожалуйста, давайте, мы подемократичнее, который в городе, по сути, организовывал огромную работу на энтузиазме диагностической комиссии, логике, где входил в том числе, ну, онкологическая настороженность прежде всего, где работали и хирурги, и пульмонологи, и рентгенологи. Она немножко видоизменилась с советских времен, с времен Ленинграда. И вот, ну, такой взгляд одного из ведущих хирургов пульмонологии. Я хотел бы вам предоставить слово. Спасибо большое. Я думаю, что, возвращаясь к основной теме нашей сегодняшней встречи, я могу только сказать, что среди большого количества различных научных мероприятий по этому вопросу мне не приходилось слышать такого красивого обобщения процессов патологических у онкологических больных не всегда онкологического характера. И, на мой взгляд, вот такой подход к освещению темы был очень оригинальным и привлекательным. Более того, безусловно, докладчики во многом нас обогатили знаниями и постарались провести в наших головах некоторую систематизацию тех вопросов, о которых мы, конечно, знали, но всё-таки не так ярко, как они отразили нам это в своих сообщениях. За это им большое спасибо. Но мне бы хотелось сказать, что я вообще всегда был восхищён работой рентгенологов. Таракальные хирурги – это прежде всего люди, которые работают об руку с рентгенологами, которые с большим уважением и восхищением относятся к их деятельности, потому что рентгенология – совершенно чудесная профессия, профессия синтетическая, которая совмещает в себе колоссальный объём знаний по целому ряду вопросов как патологии, так и анатомии. То есть это совершенно замечательные люди, и мне приятно, что я нахожусь в вашем обществе. И даже немного неудобно, чтобы меня посадили на председательское кресло, поскольку я не рентгенолог. Но мне бы хотелось ещё сказать, что, безусловно, очень большие сдвиги сделаны в рентгенологической диагностике. Это всё интересно и красиво, то, что вы показали, очень убедительно. А если говорить немножко всё-таки о профессиональном деле, то вот все эти описания, которые носят характер патологии матового стекла, для теракального хирурга, конечно, всегда выглядят в достаточной степени тревожно. И особенную тревогу вызывает то обстоятельство, когда при динамическом наблюдении вдруг появляется очаг солидизации. Вот мне кажется, что в определённой мере появление такого симптома с точки зрения теракального хирурга порождает достаточно высокую тревогу. И в настоящее время, если этот очаг достаточно доступен для агрессивного действия, для видеотракоскопической какой-нибудь диагностики, то этот вопрос должен быть поднят и, может быть, даже не всегда согласованно с теми международными рекомендациями, которые можно встретить и которые были изложены многими из вас, и Петром Сергеевичем в том числе. Всё-таки, вот, знаете, наука наукой, а когда поживёшь побольше, то и тревоги становятся побольше. Спасибо вам всем большое. Спасибо большое, Владимир Григорьевич. Не зря вас сюда пригласили, потому что вся логика-то, в общем-то, это медицинская. Мы не должны замыкаться, я согласен с вами, в своих окошках узеньких. И только там, где есть сотрудничество, наверное, и рождается истина. Я очень благодарю всех докладчиков, мне очень понравились доклады. Они носили такой оттенок дифференциально-диагностический. Больше показали возникающие перед нами сложности. Ну, стали мы видеть эти мелкие очаги, которые раньше не видели. Что с ними делать, до конца не знаем. И ещё я хотел бы подчеркнуть, это тоже звучало, один момент, что неразработанная тема, сочетанная коморбидной патологией, абсолютно неразработанная. Я вспоминаю своих учителей, тогда была такая логика, начинают Владимира Павловича Полумурчука, Евгения Ивановича Тюрина. Когда была вот такая логика, всё-таки всё вписать в один процесс основной. Но мы стали больше видеть, и действительно, наверное, это уже не так. Мы стали больше знать, больше видеть. И вот эта сочетанная коморбидная патология, это абсолютно неразработанная тема. И мы не можем просто написать на рентгенограмме, что это на томограмме на сегодняшний день, что это круглая тень и так далее. Это клиническая специальность. Мы должны смотреть на больного со всех сторон. И сочетанная коморбидная патология, и не только в таракале, касающаяся грудной клетки, касающаяся всего организма. И, конечно, вот, кстати, пропадает, я смотрю по молодёжи, ну, такая у меня профессия, преподаватель там в ВУЗе, додипломная, постдипломная. Пропадает желание у многих? Или это лень? Беседовать с больным? Думать о больном? Они даже порой не выходят, ну, я знаю таких, они даже порой не выходят к больному, когда его в компьютерный томограф, в рентген-лаборант укладывают. Не посмотрят, желтушный он там или не желтушный, и какой он, и как он дышит. И вот это взгляд, а просто опишет картинку. Это принципиально неправильный взгляд. А если говорить об онкологии, у нас онкологический форум, а таракальный, а любой другой, то вот этот клинический подход, и он должен, он должен. И во всех ваших докладчиков благодарю, во всех ваших наблюдениях это и прослеживалось. Ну вот, собственно, это, собственно, к благодарности за моего сопредседателя, что он тут сидит тоже. Мы заканчиваем нашу секцию, выполнили мы все по графику. Ну и профессор Мищенко на нас за это, поэтому не обижается. Спасибо всем, кто присутствовал. Спасибо.